Всем привет, с вами Фанатик. Это игра Kings Bounty, Легенда о Рыцаре, и мы продолжаем наше прохождение. Собственно, загадку острова Льяра мы разгадали, с черепахой союз заключили, королю доложили, и получается, что он повысил меня. Лидерство мне... Бекон... Кого он? Бекон-то, по-моему, не дал. И ворона, ворона, по-моему, он мне дал. И, соответственно, у меня лидерство повысилось, и теперь я смог больше армии с собой таскать. Соответственно, я пошел, подкупил там всех вот этих товарищей. Ну и пришел к вот этому чуваку, обегал все, думал, как же мне, как же мне уплыть? Непонятно. В итоге без приказа короля никак отсюда не покинут. Вот все до этого, что выполняете, а потом уже вот к этому чувачку. О, тысячи чертей, да никак у меня гости. Зачем пожаловал фанатик? Мне уж там послушать рассказы бывалого моряка. Нет, чувак, мне нужно попасть на остров свободы, приказ короля. Конец из дворца уже побывал у меня. Корабль ко путию готов. Не волнуйся, юноша, морская ласточка вмиг дамчит тебя куда нужно. Ох, помню, как я во времена своей молодости на островах-то шалил. Отдачь во ртовы, или как там у вас, у моряков? Кричать положено. Поплыли в закат. Надеюсь, мне этой армии хватит. Так, вот, собственно, и мы и прибыли на острова свободы. Они огромные-то острова. Тут без лодки вообще никак, походу. Ложеский ответ, куча плавает пиратов. Ну хорошо, мужик, что ты тут делаешь? Приветствую тебя на островах свободы, юноша. Здесь ты сможешь отыскать самые различные товары и услуги, в том числе и довольно экзотические. Как-никак, это острова свободы? Хе-хе. Меня зовут Валдас, я купец. Промышляю тем, что вожу самые разные товары из Дариона на острова и обратно. Кстати, перевозкой пассажиров тоже занимаюсь. На каждом из моих четырех судов есть специальные уютные каюты. Ух ты. Красотища. Я бы хотел купить у тебя судно, без корабля. Тут, я как погляжу, делать нечего. Ты тысячи? Я убью тебя, водочник. Это грабеж судьбила дня. Сам плыви на нем. Такс, ну что ж, купец, давай покажи. О-о-о-о-о-о. Е-е-ей. Е-е-е-е. Это кто такие? Пушкари. Трелок. Осадное оружие. Наносит по препятствиям, барьерам и башням Гремлинов 200% урона базовой атакой. По башням Гремлинов наносит. Слушайте, мне этот чувак, ой, как нужен. Ой, как мне он нужен. Пипец. И нет штрафа в рукопашной. Правда, он четвертого уровня. Урон у него какой-то детский. 6-10. Что за прикол такой? У этого, блин, 5-12 урон. Такому лидерства надо меньше намного. Ну, это, видимо, чисто для того, чтобы башни крошить всяким. Успокаивать всяких этих артефактов стражников. Наверное, самое то. Здоровье у него, конечно, соточка. Очередь. Заезжает и выпускает сразу 3 ядра, нанося 18-30 урона по цели. И перезарядка 2 хода. Интересно. Очень даже интересно. Классные чуваки. 20 штуках. А сколько по лидерству? 220 лидерства. По-моему, даже меньше, чем вот эти алхимики. Хорошо. Инквизиторы. Вот эти мои любимые красавчики. Я обязательно за ними приду, чувак. Как только у меня появится место, кого-нибудь грохнут, обязательно я к тебе наведаюсь. Корабль за 3000 это, конечно, грабеж. Может быть, я подешевле смогу найти. Эй, приятель, я вижу, ты недавно прибыл на острова и сам не местный. Если хочешь позаработать, есть предложение. Ну, давай. Звучит интересно. Есть одна несложная задача. Тебе в самый раз будет. На Мантильских островах умирает старый пират Томас Кук. Он мне рассказал, что ищет человека, который не заинтересован в его наследстве. Желательно чужака. И где эти Мантинские какие-то острова? Мантильские острова на севере. Дом старого Кука на самом первом острове. Ты легко найдешь. Хорошо, я их поищу, если будет время. У него Куки-Муки Торговец Барыга. Мне нужно попасть на Далин и чем быстрее, тем лучше. Ага. То есть он просто меня назад отвезет. Ну ладно, я понял. Я-то думал, сейчас будет какое-то подтверждение, а он меня сразу отвез. Хорошо, это не проблема. Сейчас вернемся назад. Я думаю. То есть без проблем можно туда-сюда отправиться. Так что красотища. Мужик, давай мне на остров свободы. Отплываем назад. Я протестил, попробовал. Блин, ну получается у этого чувака за 3000 корабль брать скорее всего придется. Поплавать там флаги с лидерством пособирать, чтобы побольше армии было. Плюс у меня скоро будет 10 уровень. И я скорее всего себе возьму этот. Этот самый. Вот здесь вот резерв хочу взять. Если в армии противника и у героя есть одинаковые войска, то герой может переманить часть войск противника на свою сторону. Если позволяет лидерство. Переманивая до 5% войск. Хрена себе. То есть ходить не с полкой, но это тоже такое себе, конечно. Но резерв я по-любому возьму. Как только у меня будет такая возможность. Так. Послушай, может быть ты знаешь счастливчика Джеймса? Знаю ли я счастливчика? Это мой лучший поставщик драгоценностей. Не подскажешь, где я его могу найти? Извини, но о Джеймсе давно ничего не слышно. Залег на дно, видать. Опять губернатор лютует. Так бы спросил в порту восточному невесты его Мирабелла. А еще лучше у Рыжебородова. Тот на восточном острове перебрался. Это неспроста. Понял, мужик. Спасибо за информацию. Что здесь? Кот Томпсон. Скорость пиратам-разбойникам и 10 золотов за бой, кстати. Подфармить, если золото надо. Одеваешь тапки, они в любом случае лучше, чем мои. Мои всего лишь один защиты дают, а этот золотишечка. посох ученика адепта и архимага. Давай мне посох, давай мне тапки. Все, давай, все беру. Книга сгла, зла. Вызов книги зла, которая атакует врага случайными заклинаниями. Чем сильнее книга, тем больше она знает заклинаний, и тем они мощнее. Интеллект героя также влияет на силу заклинаний книги. Когда книга голодна, она не может использовать магию. Ее можно насытить, натравив на свои или вражеские войска. Книга зла третьего уровня. Магия хаоса. Блин, давай книгу зла. Надо мне такое. Изучаем. 15 маны стоит. Интересно. Ладно, мужик, давай. Гости солнечного Дариона. Посланники короля Марка всегда желанные гости в моем доме. Разрешите представиться, меня зовут Скотт Томпсон, я губернатор этого благословенного островного края. Милость его величества, короля Дариона, да продлится его правление долгие годы. Чем я могу быть тебе полезен? Здравствуйте, губернатор. Быть может, вы как человек прекрасно осведомленный обо всем, что происходит в ваших владениях, скажете мне, где можно отыскать счастливчика Джеймса? Увы, я не настолько осведомлен, как ты думаешь и как мне бы хотелось. Некоторое время назад счастливчик скрылся в одном из своих тайных убежищ. Так что о его местонахождении, если кому-то известно, то не мне собственно. Он потому и прячется, что мною была обещана награда за его голову. Ты бы попробовал расспросить Рыжебородова, это один из главных конкурентов счастливчика. Их вражде уже скоро десяток лет будет. Наверняка он знает, где скрывается его лютый враг. А где я могу найти этого Рыжебородова? Рыжебородов недавно перебрался на Восточные острова. Кажется, в Большую бухту, точно не знаю. Там можешь поспрашивать порту на Восточных островах у красавицы Мирабелла, например. Спасибо, буду искать, чувак. А могу я чем-то быть полезен? Ммм, вы хотите мне помочь? Простите, а какого рода услуги вы можете мне оказать? Поймите меня правильно, фанатик, не каждый день послание короля предлагает мне свою помощь. У нас, знаете ли, с ним есть ряд разногласий. Меня ваши разногласия не сильно интересуют. Больше хороший заработок. Даже и не знаю, есть у меня кое-какая проблема, решить которую, к сожалению, своими силами мне не удается. Ваша помощь была бы очень кстати, но скажите, фанатик, как вы относитесь к работе, связанной с риском для жизни? И, скажем так, не совсем чистоплотной? Да, именно. Риск я люблю, а запачкаться не боюсь. Работа искателя тоже не самая чистоплотная. Что у вас за проблемы? Вообще-то у нас на островах не всегда все гладко и спокойно. Возникают порой некоторые проблемы и мне очень пригодилась бы твоя помощь в решении одной из них. Где в одном пирате по прозвищу Колючий пес? Этот молодой отчаянный головорез самым наимным образом перекрыл главный торговый путь. И при этом моего губернаторского разрешения на грабеж торговых судов он не получил. Я лично приглашал его на встречу, но он проигнорировал мое приглашение. Так просто этого оставлять нельзя, иначе каждый начнет творить, что ему вздумается. Поэтому я назначил неплохую награду за его голову. Ну и где я могу найти этого колючего пса? На севере в лагуне есть небольшой грот. Вот там-то и находится его убежище. Понятно, конечно же, сделаю, естественно. У этого что-то как-то только лучников много. Остальные такие себе чуваки. Ну да ладно. Спасибо за задание, мужик. У этого торговца крутые парни. Но не для этого они острова. Ух ты, Мишка. Сильный. Равный по силе. Нихрена себе тут. отряд это без пошутил. Даже при том, что у меня лидерство было повышено. Будет сложно. Какой будет как сложно. Тут что? Лучники, священники, зомби, рыцари, мертвые пауки. Что за жесть? 28 лидерства давай. Забираю. Какая-то жесть происходит. В любом случае надо поднанять еще одного улучника. Разлучника. Ну и выбора у меня нет. Наверное, все-таки мне придется покупать корабль. Ну, хорошо. Я бы хотел купить судно. Давай. Ох ты, какой пиратский такой корабль. прям пиратский пиратский. Так, 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 так. Золотишечко беру. 700 монет, кстати. проник тюрьмы. 32 лидерства еще красотень просто. И еще 28 лидерства. Еще более красивая красотень. Немного слабее. Инквизиторы, священники, берсерки. Тяжеловато будет. А ну-ка, дядька. Эй, ты куда? Это губернаторская тюрьма, и посторонним сюда нельзя. Конечно, если ты не заключенный. Да уж, в тюрьму мне точно не охота. Блин. Мне нужен этот... Ладно, придется этого убить, гада. Придется с этим засранцем сражаться. Мана у меня в принципе полная. Попробую. 26-38. Да не то, чтобы вот только волки меня вот эти вот смущают, которые сейчас будут выйти и пипец. И пипец полнейший. Так. Ну да ладно. Фаербольчиком шандарахнуть может быть. Наверное, то, что надо фаербольчиком туда шандарахнуть. Так. Первый пошел. Подождать. Вот эти, кстати, ни хрена себе. Ни хрена себе он бегает. Шустрый парнишка. ты давай поближе. Можно 9-21, а можно не откуда подбросить. Ловите. 4 ярости. Маловато как-то ярости на самом-то деле. на дальность у этого слабая, конечно. Ну, получай. Не уснул? Ни хрена не уснул. Лех. 56. Уже минус 1, да? Грусть, тоска меня съедает. все это вытворяешь. Учник, ты что, мог бы вот этого замедлить? Ну, ладно. у меня змеюка есть. Очень опасная королевская. Так что с ней шутки плохи. Здесь я, пожалуй, подожду. Он сейчас подойдет. Я его как кусну или вот этого кусну. Кого-нибудь явно кусну. Десяточка, значит. А, давай, туман. Туман ядовитый. Сейчас мы на вас накинем. Классный туман. Значится. Здесь надо, наверное, отходить немножко назад все-таки. И огненную скляночку по вот этим вот пиратикам бросить. Оп. Под полтинничку-то. Влага. Ой-ой-ой-ой-ой. Неприятное это благо. Давай назад. Сейчас скорость движения 3. Ну, кстати, скорость движения у него классная. Так. Ну, ауешечку уже здесь бросать, наверное, смысла мало. Посмотрю, что за книжка такая волшебная. Ну-ка, давай. Злобная книга. Посмотрим. А пока что по вот этим балкам можем накидывать. Что ж ты делаешь-то? Волк дурацкий со своим, блин, испугом. Ну, посмотрим. Случайное заклинание. Ладно, давай вот этого. Оп. Что за фигня? Поглощение. Книга насыщается, когда соседний союзный атак, суммарных воровья которого меньше 200 и получает два атакующих заклинания. Поражает выбранного врага случайно. Заряды один. Все за нафиг. О, ладно, хорошо. Пусть, волчка. Супер опасная змеюка. Да, туда я не добегу, ну, тогда волка надо съесть. Уж до конца явно. Так, давай-ка сюда и пшикнуть его. Пшикнуть на него, пшикнуть на него. Я не знаю, кто будет следующий ходить. Можно, на принципе, он может туда пойти. Ловушка, наверное, здесь не прокатит. Накинуть, может быть, инициативу, либо сразу уже воскрешение сделать. Тут один только погиб. Наверное, еще пока рановато. Сейчас по-любому в кого-нибудь плюнет. Пам-пам-пам-пам. Тут где-то ядовитый череп был. Давай. Заодно и дамаг ему снизим. Горение. Защита снижена. Здесь урон от яда снижен. Беззащитность. Еще защита снижена. Вообще защита пипец. Просажено по полной программе. Получай, гад. Оп. Зараза, сейчас начнет. А ты че? Еще и Критон. Ё-моё. Что ж ты творишь-то? Гадина такая. Ну, пипец. Конечно, это очень неприятно. Ну, да ладно. Заснул. Хорошо, тогда атакуем вот того. Раз этот преснул. Подождать. книжка. Поглощение. Не, книжка какая-то не очень. Один раз наколдовал, потом только атаковать просто. Ну, в любом случае, я могу воспользоваться разящим мечом по магам. Х2 урона идет. Получай. Хорошо зашло. Подождать. Враг ответить на удар. Тац. Все. Под книжки остались рожки до ножки. А теперь можно и лучником долбануть. Так. Ну, и теперь подползаю. Колдую воскрешение. Ага, колдую воскрешение. Куда там, блин? бить, гада. Даже еще и не умер. Охренеть. Во, прочный чувак. Просто да нельзя. Подождать. Полечить. А, у него в голову какая-нибудь дичь возбредет. пока что деф всеми. Плюс две маны. Так, отлично. Возрождение. Кого тут? Этих троих? Этого одного? А, этого, что я не могу воскрешать. Он вроде бы его и не убил. Давай вот этого. Вроде бы можно здесь нанимать. тэф. Тэф. Сразу еще одного убил. Вот хитрый инквизитор. Та, Что не скажешь по-другому? Хитрый инквизитор. Двоих алхимиков положили. Двоих. Ё-моё. Все за типы. Ну ладно. Зато лидерство флаг я получил. Я мог бы конечно на корабле приплыть и забрать. Ну все со всеми сражаться качаться не будешь. Здесь 195 опыта. Давай за мной. Все за мной. Какой-то он дохрена быстрый-то. Опа. Все пипец. Зажали меня. Ну хорошо давай биться тогда. Раз ты меня зажал что поделаешь? Будем биться. Маны нихрена нет. Без маны это конечно беда. Ярости нихрена нет. Вообще нихрена нет. В итоге я могу только ускор какую-нибудь инициативу боевую клич наколдовать. Так вот на кого? 96 учеников. 42 глаза. Ё-моё. Это будет просто жесть. просто будет какая-то жесть. Ладно давай инициативу на тебя подождать. Запугали. Чё толку с инициативой если запугали все равно. Ладно лови склянку. 5 волков каких-то говеных то запугало. 113 пиратов. 113 вот этих надо было замедлять. из-за волков. А ещё из-за ещё я усыпил. Да вы жесть что творят. А гады. Ладно получай. Тоже заснул. Ты чё ты делаешь? Да волки зло. Волки просто какое-то зло. Ладно змеюка давай. Кусь скрита прекрасно. Ещё разок давай. Хорошо пошло. Теперь надо скляночку вот в этого гада. на 227 Это у меня тут будут колоссальные просто потери. 260 опять усыпил. Всё за дичь. Ладно лучника. Вот крит. Крит крит убит. Что ты делаешь? Нахрена ты это ой монах как я тебя люблю честно говорю пипец монах монах ович она облако яда тогда вот сюда пираты какие-то дико сильные надо наверное всё-таки куснуть скиллом так урона будет больше восемь сотен пойдёт сидит зараза воет ну что же давай сюда буду шикать на него шикать шикать маны нихрена нет надо источник магии накладывать наверное научников скорее всего их будут бить я так подозреваю всё сейчас монаху будет звездец да ну да угадал что-то как-то он мало урона нанёс прям странно ну лучника будешь бить молодец ладно снес он ему просто невероятное количество лучников я могу здесь нанять и одного я точно буду воскрешать это полюбасику так с этими лучниками я вроде бы разобрался теперь вот этих надо шикать этих надо бы шикать ты пожалуй отходи назад значит благо благо сколько у тебя 512 ой благо на тебя давай тебя прям разброс бешеный благо будет 1212 это жесть но этих 11 уже блин блин что же делать как же быть могу камнепадом еще шандарахнуть по этим двоим в принципе камнепад стоит много маны ну не маны ярости и отдых 4 очень долго лучше разящим мечом шибануть вот этого гада с глазиком откатиться два хода и опять еще мечом долбану это лучший будет выбор ну что давай пусть тебя воу кусай лучника ну мана нужна а чё все уже да ладно охренеть уже все блин ну давай еще на тебя тогда наложу ты чё зараза короче от алхимиков скоро останутся рожки до ножки у меня просто просто рожки до ножки от алхимиков останутся получай гадина так ты давай вниз и все-таки надо полечить наверное вот этого товарища он достаточно толстый так просто его уже не пробить x ты давай сюда а он под замедлением блин ну в любом случае на тебе гадина эти оба отдыхают два друга колдовать мне нельзя ни в коем случае я могу какой-нибудь свиток наколдовать развеивание то нет развеивание уже поздно а вот бою вот это вот наверно мне пригодится тут оп плюс 5 маны молодец это ты хорошо придумал осталось только добить на этот ход пока что не готово заклинание так а их прибить одного второго нет давай исцеление нюки получай и теперь можно вот этим вот еще разочек на на мечом огроменным красотища так воскрешение шестерых змей 42 лучника охренеть давай конечно 42 лучника будем воскрешать ты за коробкой что тут у нас коренье два свитка ну такое конечно два свитка ускоро мне по сути нафиг не надо ну иногда ими можно пользоваться ё-моё да что ж так больно ну критами высекают просто жестко высекают критами 24 так на змею благо ты ты должна ты должна ее хлопнуть просто получай ну все практически смерть тебе ускорб усыпил да ладно да ладно жёстки 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 мобы однако очень жёстки отряды такие без пошутил зато кач на них бешено идёт ещё один алхимик погибший змей 20 священников 20 лучников чё за жесть 5500 золота за них дали зерок опять повысился снижение стоимости вызов о конечно конечно а по любому снижение на сколько 11 было стало 7 дофига снизил на 4 ярости охренеть показывай чё тут за товары товары шляпные предфанате хочешь просто на мои товары взглянуть или тебе что-нибудь необычное показывать конечно необычное а что ещё лучше какую-нибудь необычную историю у пиратов есть байки о том что на давние времена гремлинами специально для этого пирата креза келлера был построен корабль лунный призрак сделанный из небесного материала этот чудесный корабль не плавал а летал капитан келлер мог нападать на форты суши и легкостью уходить от погони даже в самый штиль и творить чудеса но хитрые гремлины не сказали капитану что небесный металл служит не вечно и что скоро он превратится в черное золото и однажды корабль стремительно пошел ко дну со своей командой и награбленным добром превратившись в груду черного золота интересная история это правда или просто пиратские байки россказни или нет я не знаю но я знаю место где говорят затонул лунный призрак место где затонул можешь описать его конечно могу когда лунный призрак рухнул на берег вместе с ним ушла под воду и часть берега на том берегу стояла девушка и она тоже ушла под воду слышал я что чародей Каин Ториус какое-то время постоянно оттирался возле того места маг он ведь не станет просто так дни и ночи проводить в таком странном и жутком месте сдается мне что он искал способ поднять лунный призрак а это вообще возможно не знаю может быть кто-то и пробовал но если бы ему это удалось об этом бы стало известно ты уж поверь спасибо отличная история я запомню твои слова очень интересно кстати что тут необычное есть в магазинах надо порыться в моих сундуках было ведь было что-то необычное сейчас сейчас вот вот он что это а это друг мой ключ и не просто ключ а наполненный кровью самого барталомью барта слышал о таком знатный был пират сокровищ накопил за свою грешную жизнь столько что нам с тобой не снилось когда он заполучил этот ключ себе то мне рассказывали где он зарыл награбленное когда он заполучил ого это интересно а что ты хочешь за этот ключ ты понимаешь клад этот ценный так что и за ключ мало не возьму хочу за него 20 тысяч ты че сумасшедший 20 тысяч то блин немало походу он мне обманывает гад 20 тысяч а не много ли для неизвестного чего где гарантия того что этот твой барталомью барт вообще обладал каким-то сокровищем может он зарыл там свой старый башмак не говори так не говори так мой друг барталомью барт был одним из самых хитрых и злобных пиратов и никто не знал сколько же кораблей он погубил но одно известно точно еще никто не находил нашел его сокровища хотя о том что они есть знают все и все их ищут а почему же ты сам не пошел и не вырвал этот клад если там и впрямь такие несметные богатства боюсь я жизнь заставила меня поверить страшной старой гадалки боюсь встречаться девятой рее в прошлом завязано но так как берешь ключ блин ну я не знаю ладно пофиг давай ключ отлично держи ключ могила где спрятан клад находится где-то тут на кладбище хорошо поищем на кладбище эту знаменитую могилу 20 тысяч конечно это ни хрена не мало вот прям совсем не мало но зато вдруг реально там какой-то клад руна магии о шикарно вот оно и кладбище походу да раз рядышком надо мне хотя бы пополнить армиечку тут что-то как-то тут-то как-то ойш очень больно было сражаться с этими гадами просадили они меня так что аж пипец вот это я заберу сейчас полюбасику ладно в любом случае давай 2121 лучник так у тебя что инквизиторы тут да у него тут инквизиторы монахов к сожалению нет ну ладно змеи тоже много погубили не-не-не отстань отстань некое мне тут это что не-не-не дружище тоже не хочу я с тобой очень сильный берсеркеры там не берсеркеры надо как-то так хитро забрать вот этот флаг на лидерство дотекать оп 32 лидерство шикоз и уплываем тут золотишечка беру тут аж два флага равный по силе отряд так как бы мне так его обмануть то ну по-любому сейчас прибежит на меня атаковать е-мое текай эй не эй мне тут оп 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 все отлично просто замечательно я даже даже так сказал руна духа тоже халявная такс здесь я вылезти нет здесь я вылезти не смогу вот этот я заберу конечно эй эй да а дальше так просто я не заберусь тут сильный отрядов сильных очень отрядов многом этот вот сундук сокровищем я тоже пожалуй возьму раз за так дают два свитка блин лучше б золото дали я потратил за сильным 44 лидерства 44 ё-моё давай давай сокровище 740 маловато конечно бинжат что поделаешь а тут еще сундук есть давай 2900 вот это уже получше будет 2900 так сундучок сундучок 28 лидерства тут еще мана риверс какой-то риверс а что давай имя четырех лучников разлучников мораль хорошая в смысле мораль хорошая у пираты мне нафиг не сдались чё защит защитой атака кстати блин ну это место лидерства нет места лидерства нет ничего не хочешь расскажет эй смотрите какие у нас гости да никак это знаки отличия искателя сокровищ давненько я таких как ты не видал даже спрашивать не буду что тебя привело на наши острова хе-хе уж где-где а здесь сокровищ хватает это точно ну ладно давай мне пора еще увидимся ну ладно нафиг этот щит я ж купил тут палочку на интеллект это мне дает один атаки а вот я лучше палочку одену так сапоги тоже давай минус защита будет но зато больше золота а мне золото сейчас ой как надо хорошая мораль 80 информация огромные кожаные сапоги пользующиеся большой популярностью у пиратов особые заглянания не только делают их непормокаемыми но и позволяют находить больше золота эти зачарованные сапоги не предназначены для сражений и быстро изнашиваются в бою ага я понял перед боем то есть мне надо менять ну хорошо в любом случае сохраниться я хочу попробовать кое-что ученик посох ученика улучшит свойства что тут у нас 9 32 32 ну в принципе не особо это сильное я должен с этими справиться без особых проблем вот надо наверное вот так змею сюда лучников сюда вот этого чувака сюда этого вот сюда начать бой а ладно такие слабые все отлично значит минус одна башня уже намного легче просто намного легче меньше фаерболов это это отлично так 150 196 ну слушайте я даже не знаю как лучше здесь поступить можно дрейвы дракона дракона бахнуть и вот это вот кого они только будут бить не совсем ясно и фаербольчиком шандарахнуть эту эту башенку в принципе можно 360 урона по гримляну тац отлично давай блюх почти хлопнул ух ты ух ты а вот этот по башенкам ни хрена не дамажит ну тогда вот этого давай усыпил шикосик пока что бьют по лучнику на лучнику давай на тебя тогда благу будешь сейчас атаковать блин заразы вы чё творите то да это подстава заколдовали это бы отстава жёсткая ладно фаербольчик можно сюда ну лучше добить вот этого тац минус башенка эти дурацкие проклятия здесь замедлили змею это очень плохо конечно замедленная змея это беда можно было подождать и разобраться конечно с рыцарями что же поделать значит вот это вот уничтожаем башенку осталось последнее осталось последнее значит этих продолжаю атаковать усыпил шикос благо на архимага вот это печалка барашек молодец назад отбежал красавец 50 пока что не убил положили посох то я лучше это полюбас так значит разящий меч по архимагу который под благом сам ато как жахнет как жахнет того зараза да серьезно не доползаю еще два хода замедления блин блинский а давай к рассеивание нафиг гуся этого гада ну это слабенько конечно скляночку яда наверное стоит вот сюда отпрюхнуть совсем будет не лишним так на две клетки сюда и вот этого вот гада три соточки нормально монахи мои отхватывают конечно по полной программе ну что же отхожу блин не убиваю да что что такое надо сюда наверное отходить ну ладно лупи тогда по рыцарю тем более он следующий ходил от и сдача отлично просто замечательно ты куда побежал зараза ты понятно два два боглаза от пинали вот и такие укуся его укусять милка супер крутецкая как она мне нравится то воскрешает воскрешает ты смотри что самое время наверное кого-нибудь возродить тут семерых одного тут одиннадцать ну фиг его знает давай ладно учеников рисую получай башня вернулась вернулась отлично это прекрасная новость так значит подхожу вот этого вот цепил этот еще пока что спит я могу конечно какую-нибудь такую супер мега опасную рыбку но я из своего коцного своего как-то я не хочу коцов поэтому пожалуй давай туман пусть грызет этих засранцев так отходи назад значит лечение на вот этого вот алхимика все-таки жалко получай от стражников в принципе остались рожки до ножки вот не знаю кого они будут атаковать вот вообще не знаем может быть вот этого все-таки посмотрим о да ладно алхимика непонятно ну тогда вот этого таз усыпил да шикос шикос бей вот этого ну что творишь короче я понял добиваю вот сейчас сдохнет ну предмета предмет изменил свои очертания и теперь этап адепта два интеллекта еще и урон молниями 10 процентов ни хрена себе вот так у меня молнии нет а так все хорошо посох прям такой знатный стал ладненько попробовать может быть еще разочек одержать победу над хранителями штуки у меня все живые остались лучники разлучники одеть шлем но шлема у меня нет никакого так что я даже не знаю мне в любом случае надо подождать пока мана восстановится пока я поищу что-нибудь полезное чё нет чё нет пристал и рукой стал даже сюда можно вывести яси хитрый какой трюк вот это я тогда забираю 32 лидерства и текать отсюда вот это да вот это неожиданно так а что у нас здесь приедет путешественник что-то тут забыл а контракт колючий пёс контракт понимаешь дружище надо от тебя избавиться денежек подзаработать начать бить не так значит что фаербольчиком садануть давай фаербольчик пошел мейой деньжа двести восемьдесят чё ж так мало то ладно в любом случае лови ядовитую склянку достаточно слабый пират не по сто двадцать всего лишь по 67 это ерунда хотя гиен до хрена гиены тоже опасные как они не любят моих монахов это просто что-то с чем-то 12 14 34 ладно давай вот этого ближе всего подошел гиены то сейчас тоже добегут тандарахнуть еще разок фаерболом попробовать так ты давай отходи наверное все таки гиен много давай вот эту гиену замедление тац этот еще сейчас будет наяривать значит змеюка ты молодец давай тац есть 5 супер мега меч давай че 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 бах первый пошел 613 613 давай вот этого вот 5 баночка еще пригодится а как ты так быстро ходишь то первый ого алхимика убил ты че ни хрена себе слушайте а мужик то не простой какой-то какой-то вроде бы их не так много а вот убить умудрился и змеи погибло 7 этих ну пока я не буду этого делать 3 3 7 давай поп 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 сейчас меня будут просто раздирать в куче гиены эти блин блин ну что у меня остается наверное надо благо на вот этого вот засранца навесить пусть наявивает ты отходи отходи подальше пусть уже алхимиков трепают че поделать получать гиены тац 4 соточки нормально блин а че ж ты то че ж ты слабо то так бьешь да печалька чтобы такого сделать плохого испуг поможет здесь наверное все таки они по-любому будут бежать атаковать вот этого вот здесь еще в откате пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам нет заклинание не буду делать надо вот это кусать на разум сейчас от алхимика ни хрена не останется огненная скляночка давай вот в этого вот плюх манаха то понятно сейчас будут все кому не лень бить блин а вот это вот плохо вот это вот прям печалька на хрена ты его трогаешь то бей уже вот этого или вот этого всех подряд надо покоцать зараза у меня только одно воскрешение это ну ладно отойти одиннадцать убьет тринадцать убьет гиен тридцать три а давай гиену которая поближе оп усыпил шикос только она сразу проснулась на ней какой-то дебаф а кокоты хрена себе ты кусаешься гадость ты такая кусается то не кисло ладно получай хрена а идея тут уже могу я какой-нибудь ну тут из моих зацепить тоже хотя змея то пофиг на яд по сути поэтому давай вот так змеи практически иммунитет к яду королевской ей пофиг а вот этим то не пофиг гиенам им достанется не слабо так так ну что давай вот этого вот плюх миюка миюка давай сюда пусть теперь наверное все таки пора воскрешать змей так вот шик этот упал это тоже практически уже сдохло осталось только что 36 гиен без потерь тут никак не получается постоянно какие-то дикие чуваки так мечом давай а иначе да да отлично хожу один пират уже мало что сделает а вот 10 гиен еще могут домой первым делом убиваю о чё творишь тю яд на своих перешел нет вот этого дальника надо убить ящичек с деньгами полторы тысячи кстати нормально полторы тысячи последнего добиваю буду значит нанимать практически уровень 1 ухимика 2 звероглазов и 15 священников потерял 4200 золота с него плюс коробки еще ядовитый плевок дополнительный урон фигня это новая способность окружает отряд защиты и принимает урон на себя здорово давай броня глота это по любому беру очень мне пригодится спасать свои отряды так все задание я на этого засранца выполнил кто теперь кто теперь ищем теперь я наверно по полу назад змеи я прям очень много потерял уже при том что их воскрешаю все равно блин получается так что как то вот просаживают мои войска очень очень сильно монахов я здесь не найму где у меня еще монахи остались где-то где-то остались надо плыть наверное назад еще 400 здесь 300 монет уточки уже насобирал блин двадцатку назад золотишко то этого неплохо сейчас еще задание сдам дядька я вообще разобрался с колючим псом ты отлично справился с работой фанатик вижу что у короля марка тоже есть смелые и исполнительные люди может ко мне на работу пойдешь а да вознаграждение золотое перо золото спасибо за деньги но пока меня служба у короля вполне устраивает и жизнь полна приключений и пользу своей стране могу принести что за перо плюс один скорости грифона мы всем существам первого уровня фигалия да не это какая-то фигня короче придется а что он мне еще задание хочет дать о еще походу что-то мне сейчас расскажет я рад что ты выкроил минуточку и смог навестить старого ворчу на Томпсона с чем могу быть полезен посланнику короля хм я к вам пришел по просьбе короля грифонов и повод не самый радостный а давай я помог уладить вашу проблему быть может у вас еще найдутся для меня поручения у колючего пса есть свободный брат мана риверис а может быть ты с ним даже знаком его замок экзайл находится на севере мана всегда быть хорошим пиратом соблюдающим кодекс свободных островов но я боюсь что после расплаты расправы над его братом мана может что-нибудь и такое выкинуть я хочу чтобы ты отправился к замку мана и провел переговор это у моего имени убеди его присягнуть мне на верность и забыть о месте если не справишься то мы с этим займемся с диким то этим займется дикий дюк его ты от головорезов уже отправляется туда эти парни хоть и просят больших денег но свое дело знают и мне преданы ты 200 золота и 156 опыта ну хорошо я конечно же с ним поговорю не успокойся за моих людей они вперед тебя в драку не полезут я предпочту решить это дело миром хорошо я решу это дело миром насколько это возможно ладно ладно это не тот ли дядька который там привет мне передавал он недалеко был сейчас попробую сплавать пообщаться не помню как его звали правда потери у меня колоссальные уже блин надо идти восполнять вот ответ куда взялся да точно я угадал это здесь хотя на меня кидаться короче не будут раньше времени да смертоносный морской дьявол пират и дракончик хрена себе смертоносный здесь пошутил эй смотрите-ка какие у нас гости ну да мана риверс да не как это знаки я понял послушай я ведь к тебе не просто так пришел да не помню чтобы у меня с людьми вашего короля какие то дела были чего надо я от губернатора Томпсона твой сводный брат колючий пёс погиб от моей руки по его приказу губернатор хочет быть уверен что у него не возникнет с тобой проблем из-за этого да не переживай я все понимаю колючий пёс был парень с норовом может быть нравом ну ладно даже больше скажу ваш губернатор потерял его слишком долго терпел давно пора было наказать этого негодяя да что все в порядке я не держу зла на Томпсона хорошо отлично так я могу сказать губернатору что он чтобы он не беспокоился да конечно ну знаешь что мне тут не нравится что а не нравится мне что отряд дикого дюка стоит у стен моего замка я понимаю опасения губернатора но он нанял и тебя и его и как только ты уйдешь дюк нападет на меня я тебя не отпущу понимаешь давай решай на чьей ты стороне или сейчас убей меня или нападай на дюка живым я тебя не выпущу ну начинается дюк смертоносный там никого знает можно напасть на него ладно давай попробую на людей дюка напасть ёшкин кот как же вас тут много это просто какой то ужас короче от армии ни хрена не останется от моей прям вот вообще походу ни хрена не останется так ладно фаербол пошел попробую прям одино победить ой 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 он еще и такими заклинаниями умеет вводить пользоваться гад такой я так победить то не смогу ни хрена он будет губить интеллект 5 атака 10 защита 7 защиты больше атаки ни хрена интеллекта даже просто ладно ловите склянку ядовитую парнем пиратские парни место то не очень я даже не знаю как мне здесь побеждать так ладно дракончики давай об уснул пираты понесли сколько у них здоровья у каждого пирата 250 пиратов охренеть можно 20 хп у каждого а бальдеть ладно на змею значит накладываю благу замедление на вот этого пирата которого много так так давай-ка сюда значит укус дракончика ускор зараза я ему снижаю он ему ускоряет это плохо можно конечно броню наложить отдых правда у нее просто дикий не знаю сомнительно это она давай от этого дракончика сначала надо убить получай распишись ну и значит источник магии на тебя и и пошла в бой пусть окей прекрасно прекрасно может быть что-то и получится и секретовать мои будут а его не будут это огненную скляночку теперь надо шибануть вот в тебя ну что да он побежал змею все таки решил атаковать но это хорошо что он змею решил атаковать давай усни отлично этот за сокровищами пошел ладно за сокровищами это отлично он придумал пока спит те что-то стоят непонятно чего не стоят чё ждут давай 96 так 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 что же делать как же быть сейчас меня зажмут и это будет беда за 283 пока спит ладно вот этого давай от 400 побежала рыбеха зараза все маны у него теперь уже нет он задамаживан конечно сильно пусть пусть крита ему змею кого и от змеи вообще ничего не осталось я понял возрождаю без змея здесь победить вообще никак не смогу давай сюда кислотное облако возможно стоит наложить но не факт что она мне здесь поможет она и моих будет грызть тоже броня значит броня броня но броня здесь тоже бессмысленным большому то счету ладно давай кислотное облако все-таки попробуем кто-нибудь и как-нибудь давай пусть ядовитый укус я бы атаку ему снижу так значится вот этого шик смертоносная армия вражеская так этот горит сейчас как даст кому-нибудь главное чтобы не крит семьсот семьдесят это просто жесть воскрешать надо будет змею по-любому опять мию змею q давай ладно вот эту вот рыбешечку и том кто же 210 щук этих можно забыть этих тоже можно забыть 500 урона блин змея а чё она сдачи-то не дала неужели неужели ты уже сдачу отдавала не может такого быть значит благом на змею ой враг ответит на удар как ответит будет звездец ладно подожду пока подожду я понял тогда дэв пока что аят уже закончился так то ярость 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 сколько у этих урона пусть учит а рыбы без пошутил давай так 240 слабоватенько конечно что поделать 21 маны благо давай воскрешение змей 24 штуки и и и вот этого которая рядышком 850 65 пошел крик прошел отлично личным вот это плохо вот это не есть хорошо что но следующий следующий алхимик ходит от алхимика то уже толку никакого по большому счету больших опять критический урон от 600 ну пока держимся более-менее попробую рыбку может быть усыпить рыбка есть сон нет зараза еще и критом то что творишь практически высек и змею критом а воскрешать я уже не смогу увы ях так сколько 48 кажется нихрена я не побить не смогу здесь все-таки смертоносной было написано 57 нет защиту 24 24 этого грохнут блин если отсюда уйду грохнут того но это сильнее бьет атака значит давай инициативу на змею накладываем 24 пирата кусь это что-то никуда не пошло это странно давай шикой двоих об и критом обоих отлично это было просто супер так блин закрыл все конец ярости полно воспользоваться ей не могу сколько откат еще непонятно отдых 2 отдых 1 но разящим мечом я скоро смогу уже воспользоваться конечно этим практически конец 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 уже ярость полная тридцатка этого убил супер хоть кого-то грохнул значит благу на змею змея тащи ой тащи змея значит нет еще не готова защиту вот сюда укус ядовитый побежала побежала грызть еще и испугала к тому же обалдеть ну ты гадость вот эти монт можно долбануть обоих сколько тут урон 90 150 то нет фигня это вопрос надо бить одиночной и вот этого вот пирата причем откат меча намного больше быстрее вернее и так сказал я 13 давай шик сожалению не крит скоро ему будет обзор загрызли блин загрызли паразиты ну ты в деф если никакого 24 убьет 44 убьет а давай этого убить плюс 2 к атаке можно попробовать броню но броня уже не сильно тут поможет косяк рыбёк вот так вот тоже наверное ерунда ладно давай броню на змейку на мою их то все равно грохнут а сколько по времени она я россии отдых 5 а то есть в любом случае поглотить тогда давай давай броню на змею единственный боец который здесь затащит понятно сразу же на монаха на пол этому конец ты чё делаешь блин о идиотина монах ты просто просто глупый гад давай вот такую штуку значится зажал чего не могу ползать до никуда не понимаю в любом случае я принципе его добью практически давай опять мечом его блин вот это жесть это просто какая-то жесть давай кусай его отравление еще ему немножко дамага от 5 а у химику конец этому тоже практически конец а так она не может двигаться что ли получается двигаться не может да это неприятно что она двигаться это не может даже очень неприятно ну что же подожду я пожалуй подходите гады бей давай ману мне в ману а вот так вот если урона не нанесли той маны получается нихрена да грустно грустно это все вот этого пусть колитом отлично еще раз пусть хорошо не пробьют они ее короче все броню сняли броню вы конечно сняли это вам ни хрена не поможет сейчас я каким-нибудь фаербольчиком так шандарахнул все равно не добил хорошо меч пошел сейчас накачается дух пипец просто просто пипец пипец накачается дух а вот теперь я могу я отползти только смысл в этом мало давай кусай еще плюс 2 а к атаке ха 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 змея всех победила просто просто всех победила змея смертоносный отряд охренеть конечно потери у меня дикие 93 10 24 24 38 11000 золото с них 522 пирата 302 морских я его и 520 121 дракончик опыта просто тонну насыпали вот это да лидерство пиццу конечно конечно 15 лучников возродилась сразу же нанимаю на 8 900 лучников разлучников и надо плыть мне короче восполнять армейку огненный шар что друг огромное спасибо тебе за помощь передай губернатору что я присягаю на верности не доставлю никаких хлопот хорошо я передам и до встречи да это жестко было это было очень жестко я даже сохранюсь на меня кто-нибудь нападет а у меня армии вообще нифига нет и денег у меня особо много сейчас я на восстановление армии потрачу просто последние деньги точные лучника так давай-ка я сделаю здесь вот резерв как собирался одна клеточка да под резерв отлично и еще могу торговлю оплыть цены продажи предметов 50 процентов цена продажи свитков а как свитки то продавать если можно свитки продавать я с удовольствием их буду продавать куча ненужных свитков я ими пользуюсь усердно чтобы от них избавиться ну на мудрость не хватит а вот на медитацию наверное очень даже хватит или можно вот архимага прокачать что наверное сама то что надо еще на пять процентов и жене лидерство для магов всяких монахов инквизиторов нормальная тема осталось у меня три духа разведка фигня больше ничего не прокачаю в любом случае вот это бой вот это жестко кое-как я его победил сейчас буду возвращаться и набирать армию этого мужика конечно можно взять инквизиторов тех нанимает наверно будет неполное еще ушкарей тоже всех нанимает она это я попробую потом здесь еще можно взять больше ни хрена так ну что пообщался с маном надеюсь ты объяснил ему что любые попытки отомстить приведут лишь к его гибели да все отлично мою мана присягнула на верность и не собирается мстить вот только люди дюка вышли из-под контроля и мне пришлось разобраться с ними да дюк был одним из лучших людей если нужно было быстро решить какие-то чекотливые вопросы но он был действительно горяч извини если он помешал тебе ты заслужил свою награду 4 200 золота 156 спасибо губернатор был рад помочь супер ну и на этом давайте закончим всем спасибо за просмотр лайки комментарии и всего хорошего и до новых встреч еще услышимся